Друзья, всем привет! В этом видео мы разберем новую подделку Mobile, в которой подделщики научились делать выпуклые точки. Все началось с того, что пару недель назад у нас вышло на канале видео, в котором я очень подробно разобрал систему защиты ExxonMobil, QR-код, алгоритм проверки, рассказал вам про выпуклые точки, про то, что эту систему до сих пор еще никто не подделал, рассказал вам очень подробно про пресс-формы, которые используют заводы, производящие для ExxonMobil пластиковую тару, про отличия пластиковой тары, про то, что по одним этим отличиям можно понять, что перед вами оригинальный либо неоригинальный продукт, но все это очень подробно разобрали вот в этом видео, которое вы видите сейчас от вас с правой стороны. Вот, посмотрите, пожалуйста, это видео, это очень познавательное и полезное видео, на самом деле рассказали вам про плотность, про то, как определять по плотности оригинальность продукта и так далее, то есть там есть абсолютно все. Так вот, на прошлой неделе со мной связались наши коллеги, наши покупатели из Барабинска, они покупают у нас оригинальные масла, Касл покупают, вот, они купили партию товара у омского поставщика, у очень крупного поставщика, с которым у них раньше не было вообще никаких проблем, они постоянно у него брали имобил, и всегда было все нормально, они всегда все проверяют, они смотрят наш канал давно уже, там продавцы у них обученные, они каждую партию товара крупную, которую покупают, они обязательно проверяют на подлинность, все продукты обязательно, в том числе и мобил, всегда все было в порядке. Со мной связался директор магазина, сказал, что они купили крупную партию мобил ультра 10w40, по акции, по специальной цене, вот, решили затариться перед новым годом, продукт не то, чтобы там супер популярный, тем не менее, там цена была очень привлекательная. Стали проверять, точки были выпуклые на всех канистрах, но код ни на одной из канистр не бился, показывал, что продукт поддельный. Я попросил его прислать мне полностью одну коробку, давайте вместе сейчас с вами, вместе посмотрим, что это из себя представляет, и можно ли выявить поделки, поделка ли это вообще, поехали. Итак, открываем с вами сканер QR-кодов, сканируем продукт, давайте я как-то сделаю, так что тут не бликовало, ничего. Переходит у нас на правильный сайт с защитой, http.sqr.model.ru, проверяем. То есть вот проверки показывает, что данный продукт может быть не оригинальным. Давайте попробуем проверить еще раз, на всякий случай, по коду, просто введем код. Так, сейчас еще раз на сайт перейду. Так, вводим... Вводим код, который указан у нас на упаковке здесь. 100, 170, 780, 422, 464, проверить. Пропустить. Ну, то же самое будет. Да, этот продукт может быть не оригинальным. Эта банка проверялась первый раз из коробки. Просил дать мне коробку, которую не проверяли. С правой стороны оригинал, с левой стороны поделка. Конечно же, я сразу вижу, что это поддельное масло по внешним признакам. Для меня это понятно, потому что я знаю, куда смотреть. Об этом я очень подробно рассказывал в этом видео. Очень подробно. Прям пошаговая инструкция есть в этом видео. Не хочу еще раз по кругу все это рассказывать. Эта подделка отличается только тем, что здесь есть выпуклые точки. Которые, опять же, не работают вообще. По ним код не пробивается. Проверку масла это не проходит. Поэтому достаточно всего лишь взять смартфон и проверить масло по QR-коду. Покажу, что масло уже проверялось, либо не оригинальное. В этом, конечно, есть некоторые минусы. Это вот системы, к самому делу, потому что мы с вами разбирали вот в этом видео, что если проверяешь несколько раз, она показывает, что масло, возможно, может быть не оригинальным. Это происходит, если проверяется в нескольких разных местах, либо проверяется больше 13-12 раз. Масло в таком случае покажет, что масло может быть не оригинальным. К сожалению, к огромному, да, действительно, на самом деле, в этом есть некоторые минусы. Но мы, опять же, разбирали минусы и плюсы всех этих проверок. Вот в этом видео вы посмотрите внимательно. Перед покупкой, при продавце проверяете продукт перед тем, как он выбил вам чек, и вы отдали ему деньги. Это будет самый простой и безболезненный вариант. Проверили, все оригинальное, купили, все довольны, пошли дальше. Если код не проверяется, то возможен, конечно, вариант, что его проверяли уже несколько раз, но продукт при этом оригинальный. В таком случае попросите продавца предоставить другой аналогичный продукт и проверьте его. Либо откажитесь от покупки вообще, не искушайте судьбу. Давайте для чистоты эксперимента проверим оригинальный продукт. Открываем еще раз сканер. Сканируем оригинальный продукт. Переходим по ссылке. Абсолютно та же самая ссылка, qr.mobile.ru. Спрашивает, есть ли у нас выпуклые точки. Проверяем, они есть. Совпадает ли их расположение. Да. В магазине. Переходим по ссылке. Этот продукт подлинный. Все нормально, абсолютно. Видите, это сделать буквально занимает у вас, ну, сколько там, 10 секунд от силы, да, и вы уже задоволен душой, что купили оригинальный продукт, покупаете и идете дальше. Про подмену масла на S2 в магазинах мы тоже рассказывали. Я об этом объяснял очень подробно. Вот в этом вот видео тоже можете посмотреть, по ссылочке перейти. Но это уже совершенно-совершенно-совершенно другая история. Давайте все-таки сделаю там небольшой ликбез. Чуть-чуть еще, для кого лень смотреть видео и переходить по ссылочкам. Смотрите. Самое главное и основное отличие, по которому можно буквально просто за 5 секунд понять, что перед вами поддельный продукт. Еще раз напомню, что с правой стороны у нас оригинал, с левой стороны подделка. На оригинале след от пресс-формы, которой была сварена банка, это выдата вернее, Он идет с нижней стороны, примерно в полутора сантиметрах от нижней части упаковки. Такая едва видимая полоска. Давайте я приблюжу здесь, попробую сфокусировать. Видите, такая едва видимая полоска от пресс-формы. Она идет по всей, по всему периметру банки. На подделке эта полоска идет вот таким вот образом, вот здесь вот. Потому что таким образом сделана пресс-форма, она таким образом размыкается. Это следы от размыкания пресс-формы и смыкания. Запомнили. Более подробно об этом, еще раз, вот в этом видео. Там есть все абсолютно полностью до деталей. Я там рассматривал все пресс-формы, все как там, как-то все работает. Поэтому просто перейдите по ссылке и посмотрите. Поэтому эта подделка, она как бы уже более современная. Да, тут сделали же поддельные точки. Это рассчитано, конечно, на русский менталитет. Человек купил банку, провел пальцем. Все нормально, хорошо. Поехали дальше. И тем более, это опасная подделка для владельцев магазинов или 100, которые покупают крупные партии товара. Им некогда проверять. Они получили товар, быстренько провели пальцем, поняли, что типа оригинальный продукт. И, соответственно, довольные с продавцом рассчитываются и партию на склад уносят. Поэтому будьте внимательны при покупке. Проверяйте обязательно, потому что эта система работает. Ее до сих пор никто не подделал. И вряд ли подделает в ближайшее время, потому что это чрезвычайно сложно. Небольшой паскриптум. Качество полиграфии наклейки. Отступы между символами. Ее глянцевость. Как она сделана. Качество крышки. Какая крышка использована. Что за крышка. Какой образец. Какой вид. Цвет крышки. Задние этикетки. Двойные, одинарные. Кодирование на задней части упаковки. Забейте на это большой болт. Это абсолютно не важно. Потому что подделщики при желании абсолютно легко могут все это воспроизвести. У них есть для этого достаточно оборудования и средств. Все зависит от конкретного завода, который все это подделывает. Поэтому абсолютно не обращайте на это внимание никакого. Тех признаков, которых я вам рассказал, вполне достаточно для того, чтобы выявить подделку. В первую очередь, перед покупкой проверяем код. Потом все остальное. Чуть не забыл. Проверка по плотности, по весу Brutonetta в данном случае вообще не прокатит. Почему? Потому что Mobile Ultra это обычное полусинтетическое масло. Его плотность при 15 градусах, она аналогична любому другому недорогому полусинтетическому продукту другого любого бренда. Low Coil, Luxoil, Syntec, Rosneft и так далее. Плотность у этих продуктов при 15 градусах будет абсолютно одинаковая. Соответственно, по весу мы ничего с вами не определим. Например, у Mobile по TDS плотность 0,87 грамм на миллилитр. А у Low Coil Super 10W40, судя по TDS, плотность 0,87,8 грамм на миллилитр. Поэтому разница между ними просто ничтожная. И вы по весу ничего не определите вообще. Потому что еще к тому же подельчики заливают плюс 20 грамм, минус 50 грамм и так далее. И плотность старой подельной, она может быть совершенно разная. Поэтому в данном случае конкретно с полусинтетическим маслом эта проверка не сработает. Разницу 100-150 грамм, как мы с вами видим по синтетике, вы никогда не обнаружите. Давайте просто ради интереса проверим еще раз. Сначала замерим с вами вес поддельного продукта. Это 3620 грамм. И вес оригинального продукта. 3645 грамм. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть больше. Это как раз похоже, кстати, на Low Coil 1040. Вот. Поэтому эта схема здесь, к сожалению, к огромному не работает по полусинтетике. На этом все. С вами был Антон Воронков. Вы на канале MyGT.RU. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok